Так, исправность подключения к клеммам кабельной муфты. Нажимаю «Работа», и что же мы видим? Да, действительно, у меня нарушение контакта в кабельной муфте. Так, отсюда вышли. Что здесь у себя помечаем? Просто неисправность мы нашли, какая-то неисправность. Обрыв. Обрыв в кабельной муфте. Это ответвление А. Если я сейчас нажму «Вперед», я должен увидеть оценку хорошую. И я ее вижу. Ну, такая вот штука. По крайней мере, мне создать такой алгоритм, чтобы всегда в пятерку войти, не удалось. Видимо, как-то господа из ПГУПСа ориентировались несколько иначе. Я считаю, что я ни одного лишнего действия не делал. Я все как бы подключался. Мысли мои как бы проговаривал. То есть все, я иду от концов АСП, БСП. Нормально все. У меня все по порядку, все по полочкам разложено. Но вот с их точки зрения я что-то делаю неправильно. Что я делаю неправильно, мне сложно сказать. Если, скажем, взять на релейном конце напряжения, не мерить, а сразу пойти на кроссе, самостативе, видимо, скорее всего, в лужу туда попаду в других местах. То есть это беготня получается между кроссом и релейным стативом. Мне кажется, что логично все-таки сначала, раз ты на релейном сидишь, что на релейном и напряжение, и измерить. Итак, я запустил тренажер номер 2. Итак, исходные данные те же самые. У нас всегда будет отказ проявляться, как это ложная занятость. Защитный отказ. Поехали. Что вам предлагает диаграмма сделать первое? Первое действие осмотра релей у секторов и ДШ. Ты неужели? В четвертый раз. Да, по ЦЦП, да, в четвертый раз. Зашли дальше куда? В реле инистатив. Совершенно верно. Дальше куда? А в кабельной муфте ДТА или что это? У вас в этом блокноте написано. В блокноте у меня ничего не написано. Ну или это старое задание? Это старое. Я еще ни одного есть не сделал. Потому что мы дойти не можем до него. Проверка. А почему проверка-то? А, схема РЦ. Проверка положения секторов путевых релей АСП и БСП. Да неужели кто бы мог подумать? Конечно же, сектора путевых релей. Даже измерять ничего не нужно. Подошел, глазами посмотрел и уже локализовал место отказа. В нашем случае АСП опущен, БСП поднят. АСП опущен. Клисирую. АСП. Отпущен. И тогда, что я делаю вывод, что я просто посмотрел на сектора, и я уже знаю, что у меня где отказ. Он где-то максимум вот здесь. Вся остальная часть у меня, то есть вот это то, что сейчас обвожу мышкой, это все у меня исправно. Потому что БСП питание получает. В моем случае отказ где-то вот в этой части. Сейчас будем локализовывать, что там наша диаграмма предлагает нам сделать. Теперь измерить напряжение в схеме релейного конца, реле которого без тока. Вроде как, именно так. Давайте измерим. Так. Правильно хоть идут и проверяйте. Правильно измерение напряжения. Дальше куда? Так, АСП в схеме релейного конца. Совершенно верно, если верить моим записям. А я сбыл уже, что у меня. Ну, написано АСП. Значит, все правильно. Результат отсутствует. Набережение 0. Так, отразили в конспекте. Дальше куда пойдем? Смерить напряжение на кроссе у релейного конца. Ну, вроде как, все то же самое. Все. Хотя тренажер уже другой. Где находится кросс? Вот же он стоит. Так, какого конца? Релейного конца. Да, точно. Дальше куда? Ой, я куда зашел-то? Кабель проверил. Бестолочь. Мне же измерение напряжения нужно. Все, уже видать. Подутомился я к седьмой паре. Конца А. На клеммах релейного конца. Что там мне подсказывают? Все равно пуста. Кросс, РК, А. Нет напряжения. Дальше мне диаграмма подсказывает. Сейчас не только попробуем. С отключением? Но. Давайте с отключением посмотрим. На клеммах релейного конца с отключением нагрузки. Все равно нет. Так, диаграмма, помогай дальше. Попробовать с отключением монтажа напряжения на кроссе. Измерить на кроссе с отключением монтажа. Я только что это делал. А, точно. Проверить целостность кабеля у релейного конца. Ну, я уже проверил. Поэтому не буду еще тратить время. Мне написали, что кабель исправен. Обрыв. Проверь подключение. На самом деле, еще раз вам подсказываю, что эта информация мне не только по кабелю дана. Она гораздо шире, эта информация. Если у меня отсюда с кросса звонится весь конец А, это означает, что в муфте тоже все окей. И даже в кабельной муфте релейного конца тоже подключение нормальное. То есть, грубо говоря, я вот с этого места проверяю полностью, целостность вот этой цепи. Проконтролировал только что, что у меня исправно. Так, что дальше диаграмма подсказывает? Проверить подключение на кроссе. Такая еще действительно есть у меня в диаграмме. Чтобы никуда не убежать с этого места, мы по-прежнему с вами что проверяем. А клемма-то нормально, все подключено у нас. Какого конца? А. А. Включение нормальное. Куда дальше идем? Циферки 3 нам надо уйти. Так, а куда у нас циферка 3 приводит? На поле. На поле идти надо напряжение на рельсах правильного конца измерить. Пойдем измерять. Так, одеваем желтуху. Выходим на поле. Переход к напольным устройствам. Так, конец нас интересует, какой ашечный. Мы уже там. Что мне нужно сделать? Напряжение на рельсах. Есть такая возможность у нас. Измерение напряжения, сигнального тока. Работа. Ой, блин, опять я в красное залез. Что-то сегодня у нас вообще веткинская диаграмма плохо себя показывает. Третий отказ ищем. И в третьем уже захожу в красное. Хотя опять же ни одного лишнего действия не сделали. Никуда не годная диаграмма. Но поехали. Где на рельсах данный РЦ повышено напряжение. А у нас напряжение повышенным получается. Когда нагрузка отсутствует. То же самое и в нашем случае. Если у нас с вами дроссельная перемычка будет отключена от рельсов, это будет означать того, что рельсы ни на что не нагружены. Именно поэтому здесь будет выше, чем было бы, если бы дроссельная перемычка была подключена. Поэтому кто может быть виноват? Это подключение дроссельной перемычки в рельсах. Это обрыв самой дроссельной перемычки.